Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Традиционно первая суббота февраля, день встречи выпускников. И сегодня наша программа открывает цикл передач, посвященных выпускникам разных лет, разных образовательных учреждений нашего города и района. Сегодня в нашей студии выпускники Одинцовской средней общеобразовательной школы номер 3 вместе с директором Дмитрием Юрьевичем Никоновым. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич! Здравствуйте! Сразу говоримся, что не только эти выпускники сегодня придут в нашу студию, будут выпускники разных лет, как я и сказала. Но начнем мы с малышей. Хотя, глядя, конечно же, на выпускников 2016 года, так уже не скажешь. А когда-то ведь, Дмитрий Юрьевич, они пришли в первый класс. И теперь эти малыши выше меня роста. Областной телевидение задал такой вопрос. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, какие у вас великие ученики есть? Я задал провокационный ответ. А в чем будем измерять величие выпускников? Последовала мучливая пауза. Так я хочу сказать, что сегодня самые великие, наверное, будут в этой студии. Потому что здесь мы сами-то их, конечно, назвали, но у меня на них большое будущее. Нотария, например, она будущий педагог. И мы даже не сомневаемся, что она попадет в наши сети педагогические, придет работать в школу. Ну, Кириллу мы тоже найдем какое-то место на нашем поприще. А все остальные люди, которые будут в этой студии, заканчивали нашу школу и работают в нашей школе. Дмитрий Юрьевич, ну вот нужно сказать о том, что, ну, в общем-то, такая внушительная часть выпускников возвращается к вам. И это уже не просто традиция, а какая-то, ну, дань? Ну, не то, что дань. У всех все по-разному. У всех все по-разному. Кто-то случайно попадает, кто-то целенаправленно. Не буду выдавать секреты. У нас сейчас еще четыре человека, в том числе один мальчик. Мы их планируем тоже в педагогический институт. Мы уже готовим свои кадры себе сами. А вот все-таки сколько на сегодняшний день в школе работает, трудится ваших выпускников? Чисто наших восемь человек. Все будут в этой студии, кроме тех, кто на трудовой вахте сейчас находится. Одна девочка сейчас с детьми, учитель вторых классов, и одна младшая воспитатель в дошкольном отделении. Вот что вы чувствуете, когда встречаетесь с выпускниками, когда они приходят к вам в школу, когда просто звонят и просят совета? Ну, конечно, это приятно, потому что понимаешь, что годы, которые провели вместе, они даром не прошли. Намного приятнее, когда они приходят работать, потому что к ним не нужно привыкать. Ты знаешь их давно, знаешь все их из-за Машки, да, Кирилл? Чего ожидать от них? Ну и потом, конечно же, потом мы уже разговариваем, как взрослые люди. Вот эту вот эволюцию наблюдать очень интересно. Не просто там первый класс, одиннадцатый класс, а первый класс уже взрослый человек, твой коллега. Если говорить о выпускниках 2016 года, какими они были и как проходил выпускной вечер? Ну вот они сидят, выпускники 2016 года, умные, молодые, амбициозные, жизнерадостные, талантливые, и я уверен, что у них все получится. Прошло два года после того, как вы выпорхнули из школы во взрослую жизнь, вот как она складывается для тебя? Поступила в педагогический университет, и, наверное, школа в основном повлияла на мое решение, потому что был прекрасный педагог, классный руководитель, который мотивировал меня. И сейчас, ну, интересно, безумно интересно учиться. Я изучаю китайский язык, и это такое необычное направление, но в то же время оно открыло очень много для меня. И педагогику сейчас изучаю, и я понимаю, насколько тяжело, вот по-настоящему тяжело преподавателям нашим. Когда ты в школе учишься, это непонятно, но когда ты начинаешь изучать это изнутри, я не представляю вообще, какой титанический труд, просто громадная работа проделана каждым педагогом с нами. Это удивительно, на самом деле. Наталья, я уже сказала о том, что вы всего лишь два года назад окончили школу, вот все-таки какие чувства, эмоции возникают, когда приходите туда снова, когда разговариваете со своими одноклассниками, с учителями? Ну, на самом деле, возвращаемся как к себе домой. Всегда очень рада нас видеть, со всеми учителями обнимаемся, рассказываем свои новости. Им по-настоящему интересно, это безумно приятно. Прямо как домой приходим, это прям здорово. Как ты думаешь, оправдаешь ли ты надежды Дмитрия Юрьевича? Не вернешься ли ты в родную школу, но уже в совершенно новом качестве? Она тут получила большой жизненный опыт, впервые узнала, что такое получить четверку. На экзаменах? Потому что я училась на одни пятерки, да. Ну, я проходила на самом деле практику, вот на белорусской уже в начальной нашей школе, вот, так что можно сказать, я так заглянула уже. Мы ее уже вовлекли, да? Немножко, да. Вот. Я пришла, спросила, можно пройти практику? Они сказали, конечно. Конечно, и возвращайся к нам как учитель. Ну, на самом деле, обещать что-то сложно, но, ну, надеюсь, что, может быть, предоставится возможность. Может быть, у нас китайский язык появится в нашей школе. Надо об этом подумать. У вас еще есть как минимум три года. Ну, придешь, появится. Вот. Так что я буду поговорить. Есть перспективы развития, интересы пересекаются. В общем, все активно. Да. Если говорить о полученной четверке, за что? Ой, ну, сейчас сказали, как будто... Ну, что, действительно, вот за все 11 лет, которые ты училась в третьей школе, не было никогда плохих оценок? Нет, ну, конечно, были и тройки были, и ругали, и родители как-то вызывали в школу. Было все. Но в итоге, конечно, конечно, были пятерки, это была золотая медаль. Очень хотелось. Ну, я сначала к ней не шла, но мне сестра старшая тоже в эту школу закончила. Топкала, толкала сестра. И она тоже золотая медалистка, и мне хотелось бы, вот, пример, последовать за сестрой. Вот. И сейчас, ну, на самом деле, не очень обидно получить четверку. В принципе, хорошая оценка. И предметы достаточно сложные. Думаю, заработала. Все хорошо. Вот все-таки, когда у нас, когда вот мы учимся в школе, да, вот, часто слышим о детей. Скорее бы закончились эти уроки, скорее бы выпустили, скорее бы мы стали взрослыми, скорее бы мы бы сами принимали решения, не было бы давления родителей, учителей. А вот сегодня, оглядываясь назад, хотелось бы вернуться туда. Да, да. Не в одиннадцатый класс, возможно. Десятый, чтобы экзамен не забывать. Да, потому что в одиннадцатом классе такая нагрузка невероятная сейчас на каждом десятиклассники, потому что ЕГЭ – это ответственность, невероятная ответственность. Вот. А вот пораньше куда-нибудь это и были какие-то мероприятия внеурочные, очень активно мы ставили концерты, выступали, там, конкурсы чтецов. Ну, этого не хватает, на самом деле, сейчас. Потому что в основном учеба в УЗИ подразумевает такое серьезное отношение к предметам, посещение пар. Но я не особенно участвую в общественной жизни, потому что это может помешать учебе. А вот в школе это было, и вот этого не хватает. Такая атмосфера, все-таки родные учителя очень заботятся о том, что у тебя происходит в жизни, какие ты оценки получаешь. И, ну, хочется вернуться, конечно. Кирилл, ты у нас тоже выпускник 2016 года. Кирилл, где учишься ты, как складывается твоя взрослая жизнь? Какие в ней произошли изменения за эти два года? Ну, я, обучаясь в Московском инновационном институте, пошел на такое направление, как управление инновациями. Почему так произошло? Даже когда еще в школе психолог нам давал тесты на профориентацию, он ломал голову, что у кого-то чисто техническое получается направление, у кого-то творческое, у кого-то гуманитарное. Вот у меня так не получалось. Получалось везде по чуть-чуть. И когда выбирал, куда поступать, очень долго думал, какой же предмет взять за основу. Так получилось, что подвернулось вот это направление, где как раз-таки совмещается и техническое, и экономическое, немного гуманитарное направление. Мне оно очень понравилось. И как я потом, когда уже поступил, узнал, очень многим интересным людям понравилось, потому что у меня одногруппники, это, можно сказать, со всей России люди пришли на это направление. Кто-то из Челябинска, кто-то из Иркутска, кто-то еще откуда-то, кто-то из Подтулы. Вся просто карта России. Жизнь стала немножко другая. Вот вы, Наташу, спрашивали по поводу того, хочется ли вернуться. Хочется, потому что в школе дают какие-то базовые знания, то есть дают определенные основы для того, чтобы учиться в институте. А когда попадаешь уже непосредственно в высшее учебное заведение, уже понимаешь, что обучают конкретно каким-то вещам, которые могут помочь другим людям. То есть написать базу данных или сделать что-то еще. Все это уже подходит ближе ко взрослой жизни. Также учебу стараюсь совмещать с работой. Из-за этого график плотный получается. Так потихоньку привыкаю. Какими все-таки вспоминаешь эти 11 лет, которые провел в школе? Что было такого яркого? Честно могу сказать, в школе уроки никогда не прогуливал. Даже не потому, что, я не знаю, я был каким-то очень послушным человеком. Просто мне не хотелось, я не знаю. Мне было комфортно всегда в школе. Кирилл неправильно сказал, у него не всего по чуть-чуть, у него всего много. Так вот, всегда в школе было комфортно. Учеба была очень тесно связана с активной общественной жизнью школы. Честно скажу, очень много, где принимал участие. И в баскетбол играл, на лыжах катался, также в конкурсе штецов участвовал. С женой Дмитрия Юрьевича занимали первые места и не первые места в разных выступлениях, ставили спектакли, везде старался участвовать. Мне это всегда очень нравилось. Но все-таки сегодня, оглядываясь назад, можно однозначно сказать о том, что для вас вот эти 11 лет – это большая часть вашей жизни. На сегодняшний момент. И это, наверное, самое основное, вот то, что, как правильно ты сказал, это фундамент. Конечно. И очень многое, что случилось в школе, что я узнал в школе, сейчас помогает мне. Вы спросили про воспоминания самые яркие. Одно из самых ярких воспоминаний. Так получилось, что… Ну, я всегда играл в баскетбол. У меня брат еще старший, который тоже учился в третьей школе, играл в баскетбол. Он меня буквально класса с третьего учил играть. И попал в баскетбольную команду я только в 10-м классе. Так получилось, что только в 10-м классе. И как-то так вот получилось. В школе всегда люди взаимодействуют. Неважно, какой возраст, неважно, параллели или там 10-й, 8-й класс. Все друг друга знают, все друг с другом в хороших отношениях. И на одну из игр, которые мы играли в нашей школе, пришло очень много людей. И они нас поддерживали. И вот эта поддержка… Они даже нарисовали плакаты. Я думал, такое только в фильмах бывает. Я вышел играть, думаю, наверное, такое только в кино бывает. Я смотрю, реально люди кричат, поддерживают. И эта поддержка заглушила команду соперника настолько сильно, что они не сразу очухались. Что бы Вы сегодня хотели сказать своим учителям, которые 11 лет были рядом с Вами, которые верили в Вас, поддерживали и делали все для того, чтобы Вы выросли и стали успешными людьми? Учителям, которые уделяли мне свое время в школе, хотелось бы сказать огромное спасибо. За что? Дело в том, что в разные моменты жизни вот этот фундамент знаний, он периодически возвращается. Иногда даже об этом не задумываешься, что-то могут спросить даже на каком-нибудь предмете в институте о том же самом. И я это знаю. Допустим, мой преподаватель, моя классная руководительница Валентина Николаевна, замечательный человек, обучал нас русскому языку. Не сказал бы, что у меня была какая-то тяга к этому предмету, но вот настолько хорошо преподавался он, что сам того не зная, я и выучил исключения, и выучил правила, и они сами возникают у меня в голове. Я сам стараюсь правильно писать, я всегда ставлю точки и запятые, хотя сейчас в соцсетях это не столь важно, и никому, собственно, не нужно. Все друг друга понимают. Можно достаточно даже поставить просто смайлик, и все все поймут. Ну вот да. А я вот не знаю, вот привили мне это, я всегда стараюсь ставить запятые, я знаю, что перед А и НО ставится запятая обязательно, что обращение надо выделять запятыми. Сейчас просто твой учитель смотрит эту передачу, и ей как бальзам на душу. Все эти годы она не зря трудилась и вкладывала в твою светлую голову все эти знания. Безусловно, спасибо, огромное спасибо, потому что кроме знаний, кроме такого фундамента, о котором мы сейчас говорили, школа дала нам умение общаться вообще с людьми, какие-то взаимоотношения строить, мы столько ездили с классом, столько увидели, и сейчас вот осознаешь, насколько это важно и ценно в жизни. Вот. И, конечно, спасибо классному руководителю Ванте Николаевне, Людмилу Геннадьевне, учитель математики. Я никогда особенно не блистала на этих уроках, потому что больше такое гуманитарное направление, но тем не менее ЕГЭ показал, что, ну и среднячок может хорошо сдать на самом деле. Маму, да? Да, ничего так, да. И считаю сейчас вполне так прилично, с учетом того, что это не моя специальность. Вот. Ну и, да, очень приятно на самом деле, что вот в соцсетях наш класс пишет очень грамотно, это прям чувствуется. И мы такие вот общаемся, думаешь, ну здорово, все ставят запятые, все со знаками припинания, там слова какие-то, и Т9 не всегда помогает в этом на самом деле. Вот. Ну что, спасибо на самом деле огромное за ту теплоту и поддержку, которую давали, и за те вне классные мероприятия, и вне урочные моменты, которые были, потому что это были разговоры по душам на самом деле, и такая прям поддержка, и вот сейчас тоже можно прийти в школу, поделиться, рассказать, ведь мало кто может. Ну, это безусловно, Кси. Это первое. Это первое, куда мы идем в школе. Обязательно в столовую. Обязательно. У нас сегодня так, не сговариваясь, получилось, что у нас есть началочка, среднее звено и старшеклассники. Но это не из учеников, а из выпускников. Ну да, 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 разного, три разных поколения. Три разных поколения выпускников школы номер три сегодня придут в нашу студию, поэтому, ребят, мы желаем вам успехов. Конечно же, хочется увидеть вас лет через пять. Нет, пора, пора. Через три, через три, мы уже готовы. Нет, ну, чтобы вы рассказали о своих достижениях, потому что, конечно же, вы были неоднократно, становились участниками нашей передачи, мы рассказывали о ваших успехах и достижениях. А сегодня так приятно видеть вас уже взрослых, самостоятельных, мыслящих людей и чётко понимающих, как говорят, а как говорят. И чётко понимающих, чего вы хотите добиться в этой жизни. Спасибо вам огромного, успехов. Ждём в среднюю школу. Как мы и обещали, к нам присоединилось следующее поколение выпускников, выпускники 2012 года, Надежда Рутак и Яна Павловская. Дмитрий Юрьевич, расскажите об этом выпуске и об этих девочках. Я знаю, что они не просто окончили вашу школу, они снова вернулись. Но они не все, как раз-то вот Маша Закатина у нас сейчас на работе с детьми, на грудь продлённого дня находится. А так все три одноклассницы, между прочим, как они вернулись. А все по-разному. Надежда вообще, она молодец, она у нас закончила никому не нужный экономический факультет. И вместо того, чтобы безработный, просто с Машей пришла на 1 сентября. Ну и поскольку нам был нужен специалист по закупкам, сколько-то, два часа думал, наверное, да? Сказал, я подумаю, говорит, давай, у меня для тебя есть работа. Мгд, хорошо, я подумаю. Через два часа дала ответ. Дмитрий Юрьевич, ну вы всем своим выпускникам подыскиваете работу? Ну, если есть возможности у нас, если есть желания у них, то да. То есть всё-таки вот это желание идет от вас, да? Это тот редкий случай, когда возможности должны совпадать с желаниями, да. Надежда, вы в 2012 году окончили третью школу. Какими были эти 11 лет для вас? Вот что вспоминается сегодня? Конечно, вы уже не так скучаете по родной школе, потому что сегодня, на сегодняшний момент вы в ней работаете. А вот всё-таки тогда, когда вы учились, какими эти были годы? Ну, это были очень веселые годы, я бы сказала, что это даже интереснее, чем студенческие. Лидия Павловна, привет передай. Да, большой привет моей классной руководительнице. Лидия Павловна Родиновой. Вернуться в любимую школу, на самом деле, это было очень ответственным шагом, потому что если директор зовет, значит, директор доверяет, нужно оправдать ожидания. Яна. Ну, у меня тоже вышла очень интересная история. Я попала в школу благодаря своему классному руководителю. На данный момент я учусь в педагогическом пузе, и так получилось, что этим летом она мне позвонила, спросила, как у меня дела, и позывала просто в школу. Я пришла когда в школу, она спросила, где я учусь, узнала, что в педагогическом, и позывала на работу в школу. Вот после этого я и попала сюда. С каким чувством вернулась в родную школу в совершенно ином качестве? Вы знаете, ожидания у меня были сразу хорошие, потому что я знала, что это замечательное место, у нас были прекрасные педагоги, ребята тоже были все отличные. Когда я пришла в школу, получилось так, что я представляла себе одну картину, но на самом деле увидеть все со стороны учителя, конечно, это небо и земля, совсем другая разница, в отличие от того, что я видела, когда была ученицей. Это огромный опыт для меня, интересно, причем очень. А вот все-таки в чем отличие, чего не хватает детям, чтобы понять учителя, понять то, что учитель хочет, ведь на самом деле только всего хорошего и доброго, самое главное, хочет научить ребенка. У них сейчас другие интересы, они не так сильно хотят именно учиться, поэтому нужно именно их стимулировать к учению. Ян, ну как стимулируешь к обучению своих учеников ты? Их нужно заинтересовать, показывать им что-то новое, интересное, то, чем они интересуются. Мне кажется, любую предметную область можно как раз пересечь современными направлениями, которые им интересны. Вот когда я отвечал на ваш предыдущий вопрос, у них тоже есть некоторые трудности. Они-то когда приходят думают, что да, вот они, выпускники, они такие же, как и мы, а поколение-то меняется быстрее, да? И с каждым годом все быстрее, 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 и поэтому вот это вот ожидание нисколько не срабатывает, да? Конечно. Все-таки она так пришла, думают, одиннадцатиклассники, они такие же, как я была. Нет, уже другие интересы, поэтому они, конечно же, ближе друг к другу по возрасту, что им виднее вот как сходу так вот заинтересовать, да, современных учеников. Ну, а то, что касается будущего ее, то да, все, вот это прямо человек, который пришелся вот в нужное время, в нужное место, и то, что будет продолжение цикла передачи у наших выпускников, инженерный класс, который Роман Иванович Авдеев подарил, да, вот как раз мы с Яной сейчас занимаемся его раскруткой. Мы ее поставили в главу этого направления, поскольку человек обучается именно по этой специализации, и я думаю, она будет вообще всему тем направлением на школе заведовать. Один выпускник помог этому классу быть, а второй выпускник будет реализовывать этот проект и воплощать его в жизнь. Ян, существует ли в школе наставничество, и кто помогает тебе на первых порах в учительской деятельности? Я бы хотела сказать, что у нас настолько хороший сплоченный коллектив, что я могу выделить не одного наставника, а я могу сказать, что готовы помочь всегда все абсолютно, даже те преподаватели, которых я не знала лично в то время, когда я обучалась, они всегда готовы прийти на помощь, помочь, объяснить, что да, как, поэтому с наставничеством здесь все прям прекрасно обстоит. Какие вспоминаются вот сегодня, по прошествии лет, самые яркие моменты из вашей школьной жизни? Я, в принципе, хорошо училась в школе, но при этом такая была, заводила в классе, и поэтому я никогда не забуду, как мы всем классом прогуляли в школу. Это было в 11 классе, это был единственный раз за 7 лет обучения в старшей школе. Вот один раз мы прогуляли все дружно, ну и, конечно же... И я сказал, наконец-то. Ну и, конечно же, сказали, что это я всех за собой повела. Ну, честно, нам было стыдно. Не-а, никак. Я считала, что за 7 лет разочек-то хоть не нужно, иначе вообще... Митрий Юрьевич, вы все-таки, как директор, как вы относитесь к прогулам детей, и вот почему в некоторых так иногда вот просто тянуть, ну хотя бы, ну хоть 10 минуточек, ну хоть один урок, ну хоть один денек прогулять? Ну, а разве в какие-то времена было по-другому? Ну вот как вы считаете, почему? Ведь практически каждый, наверное, выпускник может вспомнить вот этот момент... Вы кромолу сейчас такую делаете, прям вы требуете от меня, чтобы я... Даже я прогуливала уроки. Вот, вот, вот. Хотя я тоже была отличница, училась на одни пятерки. Но, тем не менее, как вы считаете, вот все-таки как директор школы, почему? Не должна школа ограничиться только передачей каких-то, знаешь, школы в первую очередь, это общение. Общение с друзьями, у кого-то первая любовь, у кого-то проблемы в семье, с кем-то надо поделиться, кому-то надо помочь. Они же для этого в первую очередь приходят. Но школа – это все-таки организм, живой организм. И это семья. Говорят же, школа – дом родной, да? Это же не просто. А учитель – мама. Это же не просто так. Сама учеба, она занимает какую-то часть того времени, которое дети проводят в школе. Все остальное, оно и с любимой подругой пойти переписать ЕГЭ тоже нужно, да? Да. Все бывает. Дмитрий Юрьевич, а какая была ваша школьная жизнь? Нормально у меня была школьная жизнь. По полгода я в школе не появлялся, поэтому я не смог ответить на ваш вопрос, что такое прогулять. Потому что спорт, 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 сборы, соревнования. Но, тем не менее, закончил я 10 класс со всеми пятерками, без златой медали. Тогда было жестче, чем сейчас. И мы с нашим классом встречаемся каждые 5 лет. Недавно 30 лет было у нас в выпуску. Все приходят. Класс был большой, 42 человека. 37 приходят. Ну, потому что все зарождается в школе. Да, потому что львиная доля времени мы же все проводим именно там. И первую дружбу, и все, и первую любовь. Дмитрий Юрьевич, что бы Вы пожелали всем выпускникам Вашей школы? Мы уже сказали о том, что это будет цикл передачи, и мы снова встретимся в этой студии с другими Вашими выпускниками. Невыдающихся выпускников Вашей школы нет. Что бы Вы пожелали им? Да я бы им пожелал простого человеческого счастья. И здоровья, и дружбы крепкой, и чтобы в семье все в порядке было. И чтобы в школу именно приходили. Не то, что не забывайте там школу. Да и же можно не забывать по-разному. И где-то так далеко. Действительно, правда, чтобы приходили, чтобы интересовали в школе, чтобы детей своих приводили. Кто-то уже и внуков привел. Но когда проходит вот такое общение, всегда получается какой-то хороший конечный продукт. Спасибо Вам огромное, что пришли сегодня в нашу студию. А мы, как и обещали, ждем старшее поколение выпускников. Они через несколько секунд придут в нашу студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. К нашему разговору присоединились выпускники 2002-2005 годов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Николаевна Никонова. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Ольга, Елена. Ну, как и обещали выпускники, старшеклассники. У нас сегодня в нашей студии была началочка, среднее звено. И вот наши старшеклассники. Наталья Николаевна, я даже знаю, что выпускница Елена – это Ваша девочка, это Ваш класс, классным руководителем которого Вы были. Какие это были дети? Какой это был выпуск? Это был самый замечательный выпуск. Он был такой первый, горячий, любимый, добрый. Настолько были талантливые ребята, настолько было с ними интересно жить, ездить по Московской области, по городам, по экскурсиям, ходить в походы. Это была моя опора. И это, наверное, одни из самых интересных ребят, ну, потому что они были первыми. Лен, вот какими Вы вспоминаете эти годы? Вот помните ли выпускной вечер, как все проходило, как это было, как прощались за школой? Конечно, безусловно, помню. Вспоминается, как мы ездили в поход на двое суток. Это были просто два дня, Вам даже ни описать, ни рассказать. Безусловно, конкурсы, которые мы проводили в школе, это у нас тоже отдельная история, как мы подготавливались, как мы после уроков оставались, мы сидели до вечера, рисовали плакаты. Как сложилась Ваша жизнь после окончания школы? После школы я поступила в Московский государственный университет приборостроения и информатики на управление персоналом. Ну, и зашла Дмитрий Юрьевич, Наталья Николаевна, в гости, и они предложили к себе прийти и работать. И так я стала воспитателем, получила переквалификацию, и сдала на первую категорию, и теперь я воспитатель. Елена, что Вы чувствуете сегодня, приходя в родную школу, но совершенно в другом статусе? Я Вам хочу сказать, что это одно, родные стены. Это как дома. И я считаю, что ничего не поменялось, у меня как школа, как и продолжается. Ольга, Вы окончили третью школу в 2002 году. Уже достаточно много лет прошло, и Вы тоже родной для школы человек. Вы вернулись в эту школу и теперь вместе трудитесь. Вот всё-таки какими были для Вас школьные годы, и что послужило толчком к тому, что Вы пришли работать в родную школу? Они были, я скажу так, в какой-то степени трудные, в какой-то степени радостные. Но я не ощущала, что я учусь в школе. То есть это были изначально родные стены. Учителя замечательные, квалифицированные, которые вложили много в меня, тем самым, чтобы я передала это дальше. Я, конечно, очень рада, что я пришла в школу. Хотя всегда говорила, я никогда в школе работать не буду. Никогда. Ну, правильно говорят, что не надо говорить таких слов? Я вернулась. Я очень долго шла к этому в плане того, что я искала своё место и нашла. А вот что сегодня по прошествии стольких лет хочется сказать учителям, которые столько сил и труда потратили, чтобы научить Вас всему тому, что Вы сегодня умеете в том числе? Сказать только огромное спасибо за Ваши знания, за Вашу любовь, теплоту, даже дрожжелюбие. Когда ты теперь работаешь с выпускниками, сначала это был с ними просто учитель, а сейчас это твои коллеги. И настолько это приятно, когда с ними интересно работать, и приятно, и понимаешь, что это твоя опора. Наталья Николаевна, получается, вот каждый выпуск, каждый класс, он оставляет свой след в истории школы и носит свои традиции? Ну, безусловно, конечно. Потому что время проходит, дети меняются, мир становится другой. Ну и дети, нет, они, конечно, такие же. Добрые, непосредственные, хорошие, добрые, плохие. Ну, всякие, не без этого. Но то, что вот в 2005 году, вот если даже сравнивать последние звонки и выпускные, последний звонок ребята сочиняли сами, все песни, посвященные учителям. Следующий год другие новые вени, новые современные технологии. Ты уже сидишь, смотришь это совершенно по-другому. И, конечно, таким образом ты понимаешь, что и время меняется. Но каждый выпуск – это такая капелька, частичка, из которой складывается вся история школы. Наталья Николаевна, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо вам. Впереди вечер встречи выпускников. Я думаю, что вы встретитесь со своими одноклассниками, будете вспоминать, какими были эти годы, будете вспоминать самые яркие события. Ну и, конечно же, не забудете про своих любимых учителей. Спасибо большое. Пожелаем всем удачи, да, выпускникам. Удачи и добра. Что хочется в финале программы пожелать всем выпускникам? Не забывать друг друга в первую очередь. Если вы не забываете друг друга, то ноги сами идут в школу. Просто повидаться или просто сказать спасибо. Мы очень гордимся нашими выпускниками. Спасибо вам огромное, что были с нами. Вы смотрели программу «Моя планета». Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok